Горшочки Горшочки Клад Емельяна Пугачева Где искать? По пути следования войск Пугачева, Оренбург, Берда, Яицкий городок, Самара, Казань, Симбирск, Уфа. Крепость Магнитная, Ильецкая защита, Белорецкие заводы, Златоуст, Порск, Поса, Ижевский завод, Боткинский завод, Цивильск, Курмыш, Саранск, Пенза. Во время восстания казна Емельяна Пугачева регулярно пополнялась за счет ценностей усадеб и имущества местных помещиков. Ставив приоритет мобильность повстанческих войск, Пугачев периодически прятал богатство по пути своего следования. По слухам делал он это в приметном месте, чтобы потом было легче найти. Часть подобных тайников была обнаружена в окрестностях Оренбурга. Но основные сокровища продолжают будоражить воображение кладоискателей, скрываясь где-то под слоем земли или воды. Клад с теплохода Варягин. Где искать? В Уссурийском заливе между створом Трех камней, горой Варгли и бухтой Суходо. В 1906 году грузопассажирский корабль Варягин, следовавший из Владивостока в бухту Суходо, столкнулся с оставшейся после русско-японской войны миной и пошел ко дну. На борту находились 250 пассажиров и 60 тысяч рублей золотом. Спастись удалось лишь 15 пассажирам, в том числе и капитану. В 1913 году он предпринял попытку найти и поднять судно. Корабль нашли, но судоподъемная операция оказалась слишком дорогостоящей. Золото так и осталось лежать в трюмах корабля на дне залива. В октябре 1708 года Мазепа должен был встретиться с Карлом XII, переправившись через Десну. Чтобы идти налегке, перед тем как покинуть Батурин, он частично зарыл свои несметные сокровища. Другие части он пытался переправить в обозе, следовавшем вместе с войсками Карлу, а также припрятать в других одному ему известных местах. Одна из таких попыток при переправе на другой берег Днепра закончилась тем, что некоторые лодки с ценным грузом просто-напросто затонули. Клад графа Ростопчина. Где искать? Санаторий Вороново на 61-м километре Старокалужского шоссе в 37 километрах от МКАД. Во время войны 1812 года усадьба Вороново, располагавшаяся в 37 километрах от Москвы, стала резиденцией генерал-губернатора Москвы графа Ростопчина. В нее он свозил произведения искусства и различные ценности, превратив усадьбу в некое подобие миниатюрного Версаля. После прихода в Москву войск Наполеона он поджег свое имение, инсценировав все так, что якобы все накопленные им богатства уничтожены. На самом же деле на территории поместья были подземные ходы, через которые предположительно все добро и было вынесено и припрятано в округе. Клад Смоленского банка. Где искать? Деревня Относова в Смоленской области. Перед вторжением немецких войск в Смоленск из банковских хранилищ было решено вывести все фонды и ценности. На восьми грузовиках богатство отправили в Вязьму. Однако колонна попала под обстрел и до ближайшего населенного пункта доехало только пять машин. Существуют разные версии, как развивались дальнейшие события. Но самым популярным остается предположение, что золото и серебро было закопано. В пользу именно этой теории говорят факты нахождения отдельных монет выпуска 1924 года вблизи деревни Относова. А весь клад так и лежит где-то в укромном месте. Клад Атамана Семенова. Где искать? Вблизи российско-китайской границы район Даурия. Готовый побег из Читы, Атаман Семенов решил вывести запас Российской империи, которой привезла армия Капеля, и спрятать его в Даурской степи. Ценный груз был доставлен на станцию Даурия и благополучно закопан. Но во время возвращения казаков к бронепоезду их атаковали, и все посвященные в тайну размещения клада погибли. Согласно предположениям контрразведчиков, размеры территории, на которой может находиться клад, составляет 150 квадратных километров. Сам клад оценивается в сумму порядка 500 миллионов долларов. Дальше только интересней.